Уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здоровья! Здравствуйте! Сегодня мы с отцом встали в 4 утра Проехали примерно 200 километров Чтобы половить более-менее нормальную рыбку Посмотрим, получится у нас это или нет Будем надеяться, что нам повезет Идти до места рыбалки достаточно приличное расстояние Прошли мы уже где-то с километра А идти еще примерно километр Но дорога накатана мотособаками Так что идти достаточно хорошо Вот на такой технике передвигается Там впереди скопление рыболов Первая группа И вот там чуть левее Еще одна группа рыбаков сидит Вот даже не знаю, куда и присесть Потому что в толпе рыбачить совершенно никакого желания нет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Наконец-то осуществить Наконец-то мы более-менее определились с местом рыбалки сейчас будем свернуть лунки, закармливать и ловить рыбу. Пробурил я 11 лунок, значит глубина здесь идет от полутора до двух метров, поэтому лунки закармливать я буду прямо сверху, то есть не в дно, а сверху, чтобы у меня прикормочка плавно опускалась вниз, а не просто стелилась по дну. Вот так мормыш и своя прикормка. Перевожу вот в такой банке, значит прикормка состоит из сухаря панировочного, манки, корма для рыбок, сухое молоко и за основу взят корм покупной. В общем ребят луночки я закормил, опустил камеру, рыба под лунками уже плавает, но надо сначала перекусить, потому что мы сегодня 5 часов в пути и во рту ни крошки еще пока не было, сейчас поем и начнем рыбалить. Любимая супруга мне нарезала тут колбаски с сыром, какая она у меня молодец, сейчас поем, куплю чайку, термосок уже у меня шестая или седьмая рыбалка, это Арктика, нормально держит, но сегодня я вот взял два тормоза, Арктика и еще один тот старый, который могу на тот случай, если будет не хватит, потому что уехали далеко сегодня, надо чтобы была жидкость организмная. Народ полавливает потихонечку. Ух ты, есть. заплатка, мелкая заплатка на Adrenaline. Стоит pipe. Ух ты, есть. СтоитTrump. Ух ты, есть. Ух ты. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Рыбка, как вы можете заметить, не крупная. Значит, сначала поклевки начались у меня на ядреный глаз. Вот такой. То есть на оливковый гвоздик с латунным шариком у меня было поймано всего на все две рыбки. Затем я поставил удочку со старожком Пухова леской 0117. И вот такой вот гвоздик зеленый с блестками и латунным шариком. И на него, кстати, рыбка была покрупнее. То есть более-менее такие покрупные подлещики попались на этот гвоздик с латунным шариком. И в конце я поставил старожочек Андрея Островского. И маленький-маленький такой 018 муравей с белой бусинкой. И на него как-то начала рыбка более активно отзываться. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, что просто сегодня достаточно плохая погода. Поэтому рыбка не особенно активно себя ведет. Ну, вот такой вот результат. Сейчас буду дальше продолжать эксперименты. Положу всю рыбу в ведерко с водой. И будем дальше ловить. На мормышку на мою, на нимфу с белой бусиной. И на мормышку на мою, на мормышку на мою. И на мормышку на мою. Ну, в общем, вот такой результат, ребят, с двух кругов. Когда рыбачишь на маленькую мормышечку, то размер рыбки в основном вот такой вот клевет. Поэтому после половины второго круга я перестал уже ловить на маленькую мормышку. И перешел на две другие. Вот такая вот нимфа у меня. Самодельная, значит, с белой бусинкой, красным кембриком. Она принесла самого крупного подлечика вот этого. И, опять же, гвоздик с латунным шариком, вот такой вот зеленый, с блестками. Тоже хорошо себя показали. Поэтому на следующий круг я, скорее всего, пойду уже с более большими мормышками. То есть буду пытаться ловить рыбку более нормального размера. Вот такая вот рыбка клюет у отца на малинку. Вот так вот убежал. Чем больше малинок насадишь, тем быстрее пьешь. Подлечик любит крупную насадку. Скользкий, как в ней. Бассейн. Бассейн. Ждал. Приподнимает. Думает. Соплейка капитала. Соплейка капитала. Соплейка капитала. Мелкие. Как от большого, блин. Соплейка капитала. как-то вот так методично рыбку за рыбкой отец ловит подлещиков на малиночку но я сейчас попробую поставить еще какие-нибудь другие мормушки более большие более объемные и половить эту интересную хитрую рыбку как чертик тоже не черта ух 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 сумасшедшая какая удочка у меня со шпуркой открытого типа комбат теоскопический такой шестик и кивок островского ну и чертик вот такой чертик спичка с бусиной арбузиком и ярко оранжевым стопорным кембриком ух ты ух ты ух ты ух ты вы D Это даже не килька. Килька и то в банке бывает крупнее. Живая. Рыба на выпуск, показать и выпустить. О, какая рыбка попала. Вот это рыбка. Такая бы себе клевала. Вот она, сорожка местного разлива. На чертика. На чертика, да. Воткнуло, как здорово. Сравнение. Весна, наверное, будет она селась. Хотя она, скорее всего, в реку все будет. В общем, вот такое же количество рыбы получилось поймать за несколько кругов. В принципе, рыбалка проходит достаточно результативно. Домой будем собираться только вечером. А сейчас поменяю водичку у рыбки и попью чайку. и потом уже будем ловить дальше. Заправил я сегодня термос где-то в 5 утра. Сейчас время уже 3 часа. До сих пор, даже сейчас плюсовая температура, плюс 1, до сих пор еще идет пар. Так что, в принципе, нормальный термос за свои деньги. Арктика, объем 1 литр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ой-ё-ёй! Субтитров А.Кулакова Вам было на сайте. Ох, ой, ой, ой. Вот, царушка. Опала. Ой, ой. Опа. Вот, опалась. Оп. Есть. Ох. Как работала опять. Хорошая. Зачёт. Ох. Ой, ой. Ох. 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 Зайцева и ядреный глаз. Давайте посмотрим какой у меня улов, какой улов у отца и будем собираться. Ну что много рыбы наловил? Немного. Но побольше твоего-то, да? Пол ведра всего. Вот так вот. Вот столько рыбы наловил папа на мормышку с малинкой. А у нас такая рыбка на безмотылку сегодня клевать практически не хотела. Клевала, точнее, но очень-очень плохо. Наверное, потому что она хитрая и ей надо большой пучок мяса. Это точно. Понятно. У меня улов. Вот такой. Уже неплохо. Неплохо, но размер рыбы-то здесь меньше, чем здесь. У меня таких только, наверное, один. Да, один. Вот он. Утята побольше таких. Ну, больше. Да. Ну, зато мне попала сорожка. Где она там? Сорожка. Покрупнее эта. Где она? Уплыла что ли? Вон она. О, плотва. Вот пойдет. В общем, подлещиков мелких мы будем отпускать. Это для тех, кто, ну, там сейчас начнет писать комментарии гневные. В общем, ребят, не зря мы сегодня проехали порядка 200 километров. По крайней мере, оторвались, пусть не по крупной, но по вот такой. Рыба клевала, да. Отдохнули. Отдохнули. Чего, в принципе, и вам желаем. Давайте, ребят, всем не хвоста, не чешуи. Крепкого здоровья. Увидимся с вами в следующих видео. Ну, а мы сейчас пока будем отпускать мелких подлещиков, сорожку и потихонечку собираться и поедем домой.